Доверчивые россияне, как и азербайджанское общество, на перебой цитируют Маргариту Симонян вмиг, как по команде, проводившуюся от армянского националистического курса. Как известно, главный редактор телеканала Russia Today и агентство «Спутник» Маргарита Симонян написала в Telegram пост, осуждающий действия власти Армении за антироссийскую политику. Симонян даже пришлось выразить удивление тем, что вставшая на антироссийский курс Армения нагло требует вмешательства Москвы и ее ДКБ в конфликт с Азербайджаном. Здесь важно напомнить, что армянская сторона целенаправленно развязала военные действия на армяно-азербайджанской границе не в зоне оккупации, что могло привести к большой региональной войне с опасным столкновением региональных держав, включая Россию. К счастью, Москва не пошла на поводу «армянских друзей» и перешла, наконец, к отразделению своего форпоста. Но что сподвигло ярую армянскую националистку Симонян выступить с осуждающих и рван позиций? Ведь вся деятельность Симонян была заточена на создании разведывленной армянской пятой колонны в российских СМИ. Она же является автором целого ряда крупных провокаций на внешнем и информационном уровне в интересах армянства. И управляемое ею агентство «Спутник» до последнего выступало даже не как российское, а как армянское агентство, открыто поддерживающее политику Армении. Даже ближайшая подружка Симонян Тина Кандылаки, которая сейчас представляется исключительно армянкой, на сайте «Спутника» пару дней назад заходилась в армянском патриотическом угаре, угрожая всем особым непобедимым армянским духом. Таким же армянским духом обладает Симонян, но она вдруг заговорила в нестандартном ключе. Очевидно, что кремлевские кураторы наконец рекомендовали ей пожурить обнаглевших армянских соотечественников, иначе ей придется расстаться с должностями и со всем нажитым так называемым непосильным трудом, а то и ни одна статья засветит. И вот сквозь скрежет зубов армянская националистка Симонян, получавшая награды в Ереване за службу армянской нации, вынуждена была выступить с осуждением в адрес властей Армении. Но как она это сделала? Если просеять показную риторику про плевки, помои, неблагодарность и прочее, что умиротворило заказчиков, вместе с тем она ловко расставила и важные для армянства приоритеты. Во-первых, спела дифирамбы армянству. Армяне – честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. Во-вторых, обозначила турецкую угрозу «невинным» армянам и в очередной раз нанесла пинок Турции. Армяне всего мира уже видят ожившие призраки Янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков. Кстати, насчет Янычар, которые резали армянских предков Симонян. Скоро Анкара откроет все архивы и тогда проект «Геноцид армян» рассыпется, как и легенда про так называемый армянский арцах. В-третьих, она пообещала армянству, что Россия после пары легких шлифков в адрес неблагодарных армян все же поможет и на этот раз, то есть пожертвует своими интересами в угоду армянству и разрулит все армянские проблемы. После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть. Но она так не поступит, я уверен, поможет и в этот раз. Интересно, а с чего это она так уверена? Армянское лобби настолько сильно, что еще переиграет эту ситуацию. В-четвертых, спела Дефирамбы и в адрес России, чтобы уж точно не отказали в поддержке армянству. Потому что Россия такая великодушная и благородная. Родина моя ненаглядная. Не обольщайтесь, россияне, это крокодиловы слезы Симонян. У нее только одна родина ненаглядная. Это Армения, которую армяне сами себе создают везде, где бы ни жили. Вот и Краснодар, ее ненаглядная родина, которую она мечтает увидеть в составе так называемой Великой Армении. А Москва – это ее большая ненаглядная кормушка. И когда Симонян плачет про несчастный и без того исчезающий армянский народ, она явно лукавит, потому что несчастный армянский народ исчезает только с территории Армении. Зато потом появляется счастливая миллионная армянская диаспора на территории России, особенно в Москве и курортных регионах этой страны. Симонян еще отомстит всем тем, кто заставил ее сегодня выступить с этим жестковатым обращением в адрес своих соплеменников. Не сомневайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова